Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества испанской фирмы Valencia. Серия называется Австралия. Я приобрела данную пряжу в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. В состав данной пряжи входит 30% австралийской шерсти, 6% шелка и 64% акрила. В 100 граммах 300 метров. Что касаемо данной пряжи, хочу сказать, что это достойная полушерстяная нежная шелковистая пряжа. В состав, как вы видите, входит достаточно эстетичная шерсть австралийская. В составе добавлен немного шелш, что придает приятный блеск изделию. Вы можете это наблюдать у меня на примере мужских вязаных носочков, которые я вязала ниточкой в два сложения спицами номер 3. И также для образца я вам предоставляю вот такой вот вязаный, скажем, отрезочек, вязанный красивым узором. Это у меня чехол для чашечки. То есть я связала пару носочков и из пряжи, которая, скажем, у меня осталась, я также сделала грелочку в наборчик, который одевается на чашечку. И специально использовала комбинированные узоры для того, чтобы вам показать, как же получаются из данной пряжи узоры и как вяжется лицевая гладь. Честно говоря, из-за состава шелка я немножечко думала, опять же таки, как из предыдущей пряжи, что будет пряжа по ходу работы немножко скользить. Этого не произошло, все было хорошо. Вот. Пряжа достаточно мягкая на ощупь. И для тех, кто не любит колкую пряжу, вот эта пряжа как раз таки для вас. С этой пряжи подойдет и вязание каких-то аксессуаров, это вязаные шапочки, так и свитера, пулловеры. То есть пряжа достаточно экономный здесь расход. Вот. Вот. 300 метров, как вы видите, в 100 граммах. Вот. И на ощущение, в общем, пряжа достаточно красивая. И получается из нее изделие, благодаря шелку, немножечко с отливом, что придает такой вот, скажем, дороговизны изделию и красивому виду. Вот. Пряжа в работе мне понравилась. Из нее получилось, я считаю, достойные носочки. При том, что я использовала также комбинированные узоры. Это резиночка 1х1, которую я стандартно оформляю, носочки. И переход на лицевую гладь. Лицевую гладь вы можете наблюдать здесь очень хорошо. В ниточке 2 сложения ложится. Равномерные петельки такие вот красивые, один в один. Вот. Также, что хочу сказать по поводу каких-то объемных узоров. Мне понравилась пряжа. Ложится очень красиво, при этом не теряет свою эластичность, скажем, в изделии. Вот. После стирочки немножечко утончились у меня вот эти косички мои. Вот. То есть, она, когда я вязала, была еще более пышнее. Вот. Сейчас она немножечко стала тоньше и более такая вот эластичная, я бы сказала. Вот. Платочная вязка легла достаточно хорошо в две ниточки. Вот. Очень мягкая. Вот. В принципе, я использую платочную вязку редко. В основном это для вязания каких-то верхних одеж. Но здесь, в принципе, мне очень понравилась мягкая. Я бы из такой пряжи связала в две нити какой-то такой вот объемный красивый свитер. Мне очень понравилось. При том, что в две нити я использую достаточно редкое изделие. Вяжу в основном это носки. Вот. Либо же использую очень крупные спицы для вязания в две нити тоненькие. Вот. Пряжа мне понравилась на протяжении всего моточка. Скрученная равномерно. Никаких расширений и сужений не было. Вот. Я использовала уже два моточка данной пряжи и пряжа от начала до конца без узелочков, то есть без каких-либо браков. Вот. Мне понравилось. Вот. И что хочу сказать по поводу стирочки и как я стирала и как ухаживать за данной пряжей. Как и все пряжи ручного вязания, для ручного вязания требует и ручной стирки. Вот здесь производитель нам рекомендует, скажем, спицы использовать 3-3,5 при том, что в ниточку, скажем, в одинарную, если вязать. И можно написано, что гладить. Вот. Здесь я, честно говоря, скажу вам, что гладить, что разве только лишь через ткань. Вот. И по поводу стирочки, конечно же, это не выше 30 градусов. Конечно, изделие не нужно ничего сильно тереть и, в общем, только лишь, если оно слишком загрязненное. Но желательно обращаться бережно как к водичке, так и отжимать вот такими движениями, скажем, прижимая просто изделие. Никаких выкрутов не нужно. Вот. Потому что изделие деформируется. Что хочу сказать по поводу стирочки при 30 градусах. Пряжа не дала никакой окрас на воду. В принципе, я здесь использовала достаточно нежный оттенок серого цвета. Вот. И что касаемо после ВТО, пряжа, скажем, дала некую усадку. У меня, я измерив изделие до стирочки по ширине и длине, вот, получила по длине усадку на полсантиметра после стирки. Вот. То есть, изделие стало слегка короче. Но я думаю, что это дала именно шерсть усадку, так как, в принципе, пряжа имеет свойство, скажем, как растягиваться после ВТО, так и сокращаться. То, в принципе, здесь она немножечко дала усадку. Вот. Мне понравилось то, что после стирки петельки стали еще более ровнее. Вот. И, в принципе, что касаемо по ходу работы, свои ощущения у меня остались приятными. Послевкусие, после работы вот данной пряжи. Я хочу еще к ней вернуться. И, также, я хочу попробовать ей вязать именно какие-то различные, вот, почему-то мне кажется, что из нее получится замечательный пуловер. Вот. Я хочу к ней вернуться. Вот. В принципе, если вязать спицами ниточкой в два сложения тоненькими, то получается плотное, но достаточно мягкое, такое вот эластичное изделие, которое очень приятно садится на тело. Вот. В принципе, все, что я хотела сказать о данной пряже, я сказала. Мне послевкусие приятный. Буду пользоваться ей еще. И, в принципе, могу советовать дорогие подписчики и гости канала, и вам. Вот. Ссылочку на мастер-класс по вязанию мужских носочков я оставлю ниже под этим видео. Вот. Так что заходите, смотрите. Можете нажать ниже под этим видео на колокольчик. Вам будут приходить оповещения о новых видео на моем канале. Поэтому, конечно же, продолжайте смотреть серию выпусков о пряже фирмы Valencia, которую я приобрела в магазине интернет-магазине Кудесница. Вот. И, конечно же, впечатление о данной пряже и изделие из нее. Вы можете наблюдать мастер-классы. Из этой пряжи мы будем вязать многие-многие изделия. Поэтому присоединяйтесь, вяжите вместе со мной. Не забудьте ставить лайки. В хорошем настроении, ровных петелек. Пока-пока!